Если вы помните, что мы фактически работу по проведению предварительного партийного голосования начали еще в марте месяце. Мы в марте месяце создали региональный организационный комитет, в состав которого вошло 12 представителей, как представителей партии, так и 8 представителей общественных организаций, с которыми заключено соглашение о взаимодействии. Региональный оргкомитет провел всю необходимую работу в плане подготовки необходимых документов, регламента по проведению голосования как в Государственном углу, так и в законодательное собрание, потому что у нас две компании шиваются, большие в этом году. И, соответственно, мы тогда объявили и начали сбор предложений от граждан о том, кто хочет участвовать в данном мероприятии. Я вам хочу сказать сразу, что партия приняла решение, и она строго соблюдалась о том, что только с самого движения можно было выдвигаться на внутрипартийное голосование. Это впервые такое, раньше общественные организации имели право, партии, местные организации, сегодня только с самого движения. Следующий вопрос. Все, кто сегодня присутствует здесь и двух кандидатов, трех вернее нет, по уважительным причинам, все представили ту справку о том, что отсутствует судимости и уголовное преследование в предыдущие годы. И все соответствуют всем остальным параметрам, которые были указаны в регламенте и по возрасту, и, скажем, по вопросам, связанным с другими моментами, которые могли повлиять на имидж, так скажем, партии. Партия сразу сказала, что эти деньги мы отбегали. И сегодня мы уже вышли на процесс проведения фактически агитационной работы и закончили, буквально 11 апреля, мы закончили регистрацию кандидатов. В итоге, я хочу к слайду обратиться. К слайду мы начали, Иван, верни, пожалуйста, назад, презентацию.